Политех с КНР сотрудничает уже больше века. В начале 20 века первые китайские студенты приехали в Барнаул по обмену. С тех пор отношения то укреплялись, то на время прерывались. Но в целом сотрудничество не обрывалось. Первым делом и тогда и сейчас обе стороны делали все для процесса изучения иностранного языка. У них русского, у нас китайского. Мои студенты это бакалавры, которым очень нравится изучать китайский язык. И в будущем они хотят либо продолжить обучение здесь, в России, либо поехать в Китай и продолжить там обучение, либо найти там работу. Сегодня руководство Алтайского и ректор Цзянского технического вуза снова готовы к более тесному сотрудничеству. Они подписывают соглашение о создании совместных образовательных программ по подготовке специалистов определенных направлений. Прежде всего речь идет о проектировщиках дорог, машиностроителях, айтишниках и технологах пищевого производства. Программа обучения поделена на несколько этапов. Китайские студенты два года учатся у себя в высшем учебном заведении. Мы готовим для них программы, а дальше они начинают, приезжая к нам сюда, здесь продолжают обучение. Выпускники этой программы смогут получить два диплома международного образца. Но пока эксперимент будут обкатывать. Сначала оценят результаты обучения китайских студентов у нас. И если они будут положительные, то программу внедрят на постоянной основе. И тогда уже алтайские ребята смогут пройти обучение в Китае. Первых студентов из КНР у нас ждут уже в сентябре. До этого времени стороны должны разработать и утвердить учебные планы. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком.